МИРНИНСКОМ ГОКЕ Для комплексного ремонта фабрику останавливают. Наступает время механиков. Были выполнены работы по дробилке, которую мы наблюдаем ранее, тоже капитальный ремонт. Вот сейчас можете видеть, производится замена внутренних органов, насосов, тяжелосредной сепарации. Единиц в технике на фабрике много. Работы много. У нас производятся капитальные ремонты. Но и поскольку фабрика работает в круглосуточном режиме, то ремонт производится практически постоянно. Фабрика номер три – старейшее обогатительное предприятие «Алроса». Ее сдали в эксплуатацию в середине 60-х годов прошлого века. С тех легендарных времен здесь остались разве что металлические конструкции корпуса здания. Несколько лет на фабрике номер три поэтапно модернизируют весь процесс обогащения. В 2017-м очередь дошла до магистрального пульпопровода. Целевая задача для фабрики стояла – это замена части пульповода и части водовода. Поменяли пульповода 1200 метров и водовод поменяли около 300 метров. Наиболее сложная работа была на замене водовода, так как водовод у нас закопан в землю. И, соответственно, тут еще горные работы были, откопка водовода, потом замена его и обратно закопать. На этой отметке оборудование предназначено для того, чтобы классифицировать измельченную руду на классы крупности. Мелкий, средний и крупный класс. Каждый из этих классов в последующем идет на другие переделы нашей фабрики. И моя работа заключается в том, чтобы следить за состоянием этого оборудования, чтобы последующие переделы фабрики получали тот класс крупности, на который они рассчитаны. Грохоты, гигантские механические сита, имеют дело с еще твердой рудой. Потом в цехах сепарации ее размельчат до состояния песка. Здесь сортируются камни величиной с куриное яйцо. Износ оборудования высокий. Во время профилактического ремонта механики заменили два грохота и запустили в работу новые модифицированные спиральные классификаторы. Материал подается в верхнюю часть винтового сепаратора и по желобам самотеком спускается вниз. Во время вот этого спуска происходит разделение материала на концентраты хвосты за счет центробежной силы. Принцип действия остается такой же, просто нового сепаратора поверхность выполнена износостойких материалов. За 25 дней профилактику прошли 117 единиц оборудования. Ремонт на обогатительной фабрике не обходится без активного участия подрядных организаций. Оборудованием у нас, ремонтом занимается подрядная организация ФССУ. Значит, в принципе, они задачи свои выполнили. Все, значит, что запланировано, они сделали. Оборудование было отдано в срок. Также ремонтом трубопроводов, технологических металлоконструкций, таких вот, как Кануса, вот мы с вами ходили, видели. Значит, это все занимается подрядная организация АТФ. Значит, в период ремонтов тоже они выполнены все планы. Заменено больше 80 тонн металлоконструкции. Ну и все одано в ремонт. В 2017 году «Алроса» затратила на плановый ремонт обогатительной фабрики номер 3 150 миллионов рублей. За сутки здесь обрабатывают более 6 тысяч тонн алмазоносного материала. Оборудование предприятия позволяет успешно обогащать различные виды сырья. Руду коренных месторождений, россыпи, техногенные запасы. После ремонта, конечно, коэффициент полезных действий увеличивается. То есть, все новое, все работает стабильно. Наработка отчисляется вся заново, значит, до следующего ремонта. Износа нет, простоя поваренных нет. Конечно, только одни плюсы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...